Здравствуйте, уважаемые! С вами я, Маклаксон, ребята, и добро пожаловать на продолжение прохождения игрушки The Forest. Ребята, мы тут с вами продолжаем выживать, проходить, сражаться с аборигенами и прочие приколюхи. Итак, я, ребята, начинаю серийку в том же месте, где и закончил её в прошлый раз. Давайте, краткая предыстория. В общем-то, ребята, я зашёл в шахту, поскольку я уже несколько дней подряд, знаете, только и занимался тем здесь, что там немножечко строил себе базу, убивал аборигенов, делал ловушки. Короче, грубо говоря, по сюжету я ещё пока не продвигался, вот. Но думаю, что нужно бы этим уже заняться, наверное. Тем более у меня уже, в принципе, ресурсы позволяют. У меня есть как минимум катана, чтобы сражаться. На данный момент у меня есть полный комплект брони костяной, плюс одна единица жуткой брони. И вот в прошлой серии я пришёл в эту пещеру, чтобы найти ключ-карту. Её мы нашли. Хорошо. И я решил отсюда не уходить и прямо с этого места начать следующую серию. И, в общем-то, ребята, мы сегодня пойдём с вами за ребризером. Вот. Собственно, для того, чтобы продолжить прохождение, потому что я знаю, что нам нужно будет куда-то с ним плыть. Примерное местонахождение пещеры с этим ребризером я узнал. Так. Ага. На улице ночь. Хорошо. Значит, нам надо вернуться и поспать, потому что ночью я сейчас не пойду на улицу. Это... Не хочу отхватить люлей. Да и плюс страшно. На дворе у нас тринадцатый день идёт. Двенадцать мы с вами уже прожили. Не знаю, сколько ещё дней я проведу в пещерах, потому что сейчас я куда-то ещё буду попадать. Возможно, там я тоже задержусь на какое-то время. Ну ладно. Благо, пока у меня есть с собой батончики и газировка. У меня нет острой необходимости выходить на поверхность и как бы искать себе там срочно какую-то пищу. Вот. Ну, плюс у меня ещё с собой есть последний кусок мяса. Сейчас я его как раз, ребята, скушаю. Так что... Так что да. Да. Сейчас мы с вами отправимся. Проходить всё это дело дальше. И, кстати, я нашёл в этой пещере же в прошлой серии этот видеокамеру, как бы вот лазьте. Вот. А ещё у меня есть одна или несколько кассет, и, по-моему, их можно как-то посмотреть. Так что сейчас я гляну этот моментик. Давай-давай, мяско, быстрее готовься. И мы отправимся дальше. Так, хорошо, мясо приготовилось. Попьём попозже, если что. Так, вот кассета. Пленка. Плёнка с надписью «Меган приехала». Можно посмотреть на камере. Так. Ага, у меня всего одна, да? А я... А почему мне казалось, что я находил ещё где-то? Ну, ладно. Так, и что, и как мы можем это сделать? Вот так, да? Ага. Вот, смотрите. Какие-то видеозаписи мы можем смотреть. Девчонка. А, и всё. Девчонка прилетела. По плече выход. На вертолёте. Это же вертолёт был? Меган приехала. Прилетела, может? Куда она прилетела? Откуда? Давайте ещё раз глянем. Подождите. Так. Ну, хорошо. Угу. Понятно, что ничего не понятно. Но ясно лишь одно. Ясно то, что здесь всё-таки какая-то история у этого острова присутствует. Не всё здесь так просто. Люди здесь уже бывали. Вот. Ну, пока нас это особо, я думаю, не волнует. Самое главное для нас сейчас это вернуть нашего сына. Которого ещё в самом начале игры забрали у нас аборигены. Ну, погнали пока за ребризером. Вот, в шахту. Ой, в шахту, в пещеру. Кстати, вот всё время тут то лодки разбиты, то корабли. То есть, это уже как минимум тоже нам показывает то, что как-то здесь бывали люди. Блин, слушайте, я хочу зайца подстрелить. Я ещё ни разу кролика не... О, ребятки, смотрите-ка, что у нас здесь. Чемоданы, которые я ещё не вскрывал. Блин, вечно эти мячики. Я до сих пор так и не понимаю, зачем они здесь нужны. Возможно, для какого-то крафта, но... Сомневаюсь, что что-то интересное я могу из них сделать. Слушайте, вот батарейки, то, что я нахожу, это, конечно, круто. Потому что я пользуюсь фонариком. Батарейки будут... Ой, промазал. Батарейки будут очень даже кстати. Так, вот ещё. Замаскировался. Зелёненький. Ну, слушайте, прям круто. О, ребята, кролики сидят. Это мой шанс. А, сука! Косой, а! О, есть! Подцепил одного. Подождите, я хочу сначала стрелу забрать. И... Вот ещё. Всё, погнали, отлично. Шкурка зайца будет теперь хотя бы, хотя бы одного. Потому что я ещё не добывал их. В общем, что, моя задача пока просто идти... Вдоль берега, и мне нужно найти в воде некий якорь. Но я как-то его уже видел, металлический такой. Большой корабельный якорь. Выброшенный на берег. Да, возможно, здесь был корабль. Якорь остался. А корабль волнами, волнами куда-то унесло. Не хотелось бы встретить аборигенов. Хе-хе. Хе-хе. Ну, пока бежим. Пока бежим. Пока не вижу. Не знаю, насколько... Насколько далеко мне нужно идти. Так, ну... Это мне сейчас надо вот эту ещё всю гору обходить. Я думал, что якорь будет где-то ближе находиться. Потом нам ещё куда-то в пещеру придётся отправиться. А, так, подождите. Это же я иду сейчас в сторону своего дома. Надеюсь, что я якорь сейчас нигде не пропустил. Не проглядел. Потому что это будет обидно. А, наверное, вот он. Это он? Не вижу. Наверное, это он. Или это кусок корабля. Так, сейчас подойдём поближе. Посмотрим точно. Так, аборигенчиков нету. Да, ребята, это он. Это он. Отлично. От него мне надо куда-то тулить в лес. Так, ну... Чё у нас здесь? О, опять эту нашёл изоленту. Собственно, казан мне не надо. У меня казанчик есть уже один. Так. Кстати, ягоды... Блин, белые можно есть или нет? Я не помню. Давайте проверим. А, сука! Нет, нельзя было этого делать. Я не болею ничем. Слава богу. Не стоило, не стоило так поступать. С нашим... Юным, неокрепшим организмом. Ну, на самом деле, нет. Так, ладно. И, в общем, мне теперь нужно где-то здесь искать пещеру. Вообще, чё я иду с луком? Намечено падут. Так, вот по вот этим указан... О, вот она, вот она, эта пещера. А, сука! Напугали. Ну, что ж. Данная вещица должна быть где-то здесь. Да, в этой пещере я ещё не был ни разу. У меня здесь сейчас даже, как вы видели, заметочка добавилась новая. Так, чё у меня цитокор стоит? Какой нужен? Всё. Отлично. Заячий мех. Нормально. Нормально. Так, ну, газировочку чуть-чуть попозже, наверное, попью. Пока ещё не горит. Так, и... Где мой фонарик? Один из батареек. Нормально, нормально. Вот так, да? Это перезаряжается дело. И чё я потратил? Одну. Вообще супер, вообще супер. Всё, берём фонарик. И без каких-либо сомнений отправляемся вперёд. Скорее всего, у меня здесь также будут ждать всякие ублюдки. О! Ткань. Это дело нужное. Это нужное дело. Ээээ... Руки. Здравствуйте, здравствуйте. Ручки валяются. Ну, где же ручки? Ну, где же ваши ручки? Опа, опа. Кого-то слышу. Так, давайте я попью. Чтобы быть... Эм... Бодрым. Энергичным. Смотрите, какой... Ладно, сундучок красивый, но потом останешься. Да ты... Да ты... Ублюдок, ты можешь... Эээ, он мне сам всё сломал. Ну, ладно. Давай, давай, давай. Против моей катаны вам не справиться. Так, всё, челик вроде готов. Сейчас ещё один. Добиваем. Сломал. Сломал козёл мне одну эту. Одну ячейку. Кстати, я... Узнал, что оказывается... Не обязательно мне разводить всё время костёр. О, подождите. Стоп, а как факел делается? Я забыл. Эээ... Подождите, улучшенная палка, может, нужна? А, реально. Не обязательно мне всё время делать факел. Ой, господи, костёр для того, чтобы... Эээ... Поджигать этих ребят. Я могу делать это всё дело факелом. Это на самом деле... Ну, поудобней, поудобней. И по... По-моему... Поэкономнее будет. Вот, всё. Отлично. И... Всё, пусть они себе спокойно горят. Сейчас я с них косточки заберу. На факел пофиг. Оставлю на потом. Верну пока себе вот это вот дело. Так, ну и... Фонарик, наверное, нужно всё-таки использовать. Вот. Но пока... Пускай он... Будет выключен. Чтобы не тратил мне сейчас зря зарядку. Ну, постою в темноте. Ничего страшного, я думаю. Ждём. Ждём косточки, ребят. Так, отлично. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь... Девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Отлично. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три. Восстанавливаем то, что они мне снесли. А это делаем на будущее. Ткани у меня, благо, много. Стос шнадцать штук. Вообще, не знаю, насколько здесь это считается много. Но я думаю, что это достаточно много. Так. Продолжаем смотреть, что тут интересного. Ну, здесь какие-то книги, журналы. О, верёвка наверх. А я не знаю, нужно ли мне туда. Так, это не вскрывается, забыл. О, такой красивый чемодан, слушайте. Чумодан. Очень много трупиков. О, кэш. Кэш наличка. Можно. Можно взять. Вдруг однажды мы вернёмся в цивилизованный мир. Слушайте, а что здесь так много ткани, а? Неужели она мне где-то пригодится? Как будто, знаете, как будто специально её здесь так много раскидали. Здорово. Мужичок отдыхает. Ладненько, пусть отдыхает. Так. Этого у меня уже максимум печатных плотых. Да и взрывчатка у меня уже есть. Ребята, у меня уже всё есть. Я уже ни в чём здесь не нуждаюсь, понимаете? Я нуждаюсь лишь в своём сыне. Так, а я не знаю теперь в какую... Блин. В какую сторону мне идти? Так, ладно. Давайте для начала пойдём налево, наверное. Пойдём в левую сторону. Блин, да вы гляньте, как много. Не, ну я, конечно, возьму. Я не гордый. И лишним, я думаю, это тоже не будет. Но всё равно как-то это всё дело подозрительно. Да ещё и чемоданы тут. О! Вы гляньте, сколько тут всего. Let's go, let's go. Делаем, делаем. Берём, берём. Батареечки. О, часы. Ну, часы у меня уж тоже максималочка. Э, так. Как-то странно, предметы лежали, три штуки, как будто. Так, тут у меня уже... Блядь, здесь ещё баллонов целая куча. О, пацаны! Часть ещё. Часть это, игрушки. Нашего бэйбика. Нога! О! Мы его скоро починим. А, хотя или там ещё руки надо. Так, а здесь что, тупик? Или это обманка? Нет, это реально тупик. А, ну тогда ладно. Тогда у меня сомнений нет. Вообще, знаете, похоже, как будто здесь оторвать можно. Найдено пассажирское сидение 8C7B. Хорошо. Часы. Максималка уже. Находим, короче, много пассажирчиков новых. Не знаю, зачем нам это, правда. Зачем нам их находить? Если они уже как бы деденсайднулись. Какой нам с них прок? Уже никого не спасти. Так, сюда нельзя, нельзя. Ну ладно. Эй. Норм. Посмотрите, это тело. А, я думал, это часть манекена. Думаю, чё, блядь. О, рисунок. Рисунок нашего бэйбика в очередной раз. Много ёлок вокруг карстовой воронки, я так понимаю. Видимо, это всё дело неспроста. Ладно. Кресты какие-то висят. Рубимся проходик. И так. И продолжаем. Здорово. Здорово, дорогой. Во-во-во, а чё он не сдох? Я же его вроде неплохо так кромсанул. Ого. Вас тут трое, ребятки. Ну давайте. Я из вас ещё броню сделаю. Так. Готов. Где последний? А, вот он. Сейчас, брат, я восстановлю немножко энергию. Хера я его. Резанул. Со всей дури. Камни посыпались. Всё? Трое, да? Больше нету? Это хорошо. Сейчас я вас тоже. Хе-хе. На переплавочку. Отправляем. Так. Где мой факел? Берём. Отжигаем это дело. Ну, кстати, не хреново факел освещает. Хотя как, факел хорошо освещает вокруг. Бля, не успел. Хреново факел хорошо освещает вокруг. Но вдаль не так уж он и хорош. Вдаль хорошо всё-таки использовать фонарик. Так, всё, ребятки, горите. Я... Всё, ребят, давайте сейчас подожду снова, пока косточки все переплавятся. Вон, ребята, целая коллекция косточек. Е-е-е-ей. Давайте собираем, собираем, собираем это всё. А, у меня уже максималка. Ну, ладно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три. А сколько максимум вот этих я могу носить? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три. Ну, пока могу. Пока это хорошо. Так. Ну, зато, ребята, теперь, если мне какие-то уроды снесут броню, я смогу её без проблем восполнить в любой момент. Смотрите-ка, прям ткани ни хера себе. Очень много. Слушайте, это круто. Это очень круто. А есть лимит по ткани какой-то? Будет очень обидно, если у меня... Если мне в определённый момент скажут, что вы больше не можете нести ткань. Так. Верните, пожалуйста, мне мой фонарик. Спасибо. Спасибо. Так, я вижу дальше. Так, мне нравится больше. Вот так. Что ещё интересного здесь можно найти? Так, ещё один ящик. Сколько у меня уже там? 180 тканей. Ёбараса ты. Красота. Ну, ещё берём... Так. Головы, руки, табуретки. Табуреточки. Палки не нужны. Что это за звук? Что за звуки? Ладно, это, наверное, что-то падало. Здесь даже лекарство есть. Давайте захаваем одну для... По приколу. Чё они без дела лежат? Правильно? Ой. Эй, могли бы тут секретный проход сделать. Чё, зря, что ли, эту штуку ломать можно. Так, и тут, я так понял, основа у нас, смотрите. Либо вниз, либо вон там проход за досками есть. Ну, давайте вниз, наверное, сходим. Так, кстати... Ну, ладно, ладно. Пока погнали вниз. Ой, надеюсь, там никого не будет. Где я? А, ещё вниз. Понял. Понял. Ладно. Ещё вниз. Большая пещера, на самом деле. Ого-го, очень глубокая. Так. Хорошо. Продолжаем исследовать. Чел скукожился. Какой-то... Так, опять ткань. Нет, вот прям... Вот если бы не эта ткань, я бы уже добрался. Как она меня задерживает? Так. О, ребята, вот оно! Вот это место! Вот этот чел сидит за смешной. Здорово! У меня ещё и баки с воздухом. На максималке. Сколько их там максимум? Четыре. Я уже просто, ребята... Находил, находил где-то. Сам не помнил где, наверное, случайно. И нам нужно будет с вами сейчас куда-то вон туда плыть. Я надеюсь, что под водой хорошо видно. Видимость хорошая. Давайте прежде чем это сделать, я сейчас замучу себе простой костёр. И хочу пожарить кролика, которого я на улице подстрелил. Просто пока он не испортился и пока... Пока у меня есть возможность поесть. Я сейчас это сделаю и мы сейчас с вами поплывём. Да. Теперь у нас есть полноценный акваланг. Ребята, это круто. Так, надеть ЛКМ. Сейчас наденем. Сейчас только покушаем. Так, ну и судя по всему, там должно быть что-то... Something is interesting, как говорится, да? Ключ-карта где-то там использоваться должна, ребята. Всё, что я знаю. Никакие спойлеры я не ловил. Вот. Просто самому это всё я не знаю, как мне находить нужно было. Это, блин, наверное, серии 50 бы выходило по этой игре, если бы я её всю сам обходил прям целиком. Так. Хорошо. Давайте разбираться, как плыть. И главный вопрос, куда плыть? Фонарик под водой вряд ли будет работать, я думаю. Так. Давайте надеваем акваланг. А, всё, что ли? Использовать. Ну, вроде да. А, у нас автоматически врубается это. Всё нормально, короче. Так, какой-то лут. Ну, бля, видимость, конечно, не айс, бэйби, но... Бля, мне ещё и холодно теперь. То есть ещё надо и плыть быстро, да? Чтоб не замёрзнуть. Давай, не застревай. Какашка. Бля, вот сейчас умереть бы не хотелось, знаете. О. Фух. Нормально. Думал ещё далеко плыть. Умереть, ребята. Сейчас, мне показался ли там кто был? Очень не хотелось бы, да? От холода. Бля, ну придётся замутить ещё один костёр. Опаньки. Я не знаю, в чём опасность вот этих ребяток, но на всякий случай... Ещё один. Ну, на всякий случай, ребята, я их убиваю. Газировка! Бухаем. Ой, бля, костёр забыл, костёр забыл. Сейчас жопу отморожу себе. Давай, я только что там один раз... Бля, уже можно было это здесь тогда сделать. Я б знал. Ну ладно, ничего страшного. Слушайте, газировка это кайф. Жалко, что я не могу забрать с собой ещё больше. Этот ящик вообще пустой. Так, бэйбиков я замочил. Акваланг, наверное, можно снять. Всё, сняли. Отлично. Мы согрелись. У нас всё хорошо. Сохраниться здесь негде. Надеюсь, что со мной всё будет хорошо. Сигнальные огни. Блин, ребята, у меня уже сигнальных огней на самом деле много. Но я не находил ещё пистолет сигнальный. Видите, у меня уже максималка. Блин, обидно, конечно. Обидно. Что поделать? Снова берём фонарик. Ещё таблы. Ну слушайте, нифига тут прям это... Такая щедрая пещера. Блин, и я ничего взять не могу. Мне дальше ещё? Я думал, это всё. Так, а мне точно туда? Ладно. Полетели. Хули. Полетели, полетели. Так. Оп. Братан, знаешь, что тебе холодно и мокро. Давай попозже, попозже костерочек разведём. Согреешься. Нормально, пока плывём. Надеюсь, что я добрался. Включи ты фонарик свой. Хочу смотреться. Всё, спасибо. Так. Убрать. Да, всё, ребята, я дошёл. Сколько тут сигнала... Нифига тут, блин, склад баллонов и сигнальных огней. Я использовать ничего, блин, не могу. Мать твою. Обидно, а? Очередной костёр. Финальный пока что. Для того, чтобы я мог согреться. Да. Добрались мы, ребятки. До странного места. Сейчас лёд оттает наш весь, по краям экрана. Мне кажется, или там какие-то шумы, я слышу. Так, соберём фонарик, пока он ещё рабочий. Так, всё, костерок. С тобой разобрались. Итак, ребята, вот пещера. Двери. Возможно, где-то здесь использовать... Нет, подождите. Вот это что такое? А-а-а! Несколько камушков надо положить. А, тут поэтому камни лежат. Я понял. О-о-о, там страшно. Так, ну чё, ребятки, давайте погнали. А, я ещё могу, да? О, давай, давай, по максималочке. Тут и камни прям ровно пять штук. Ну, прям совсем, совсем не намекают на то, что нам нужно сделать. О, ребятки, а что меня тут будет ждать? Это трупики, надеюсь? Да, это трупы. О, боже, они здесь... Кажется, они кому-то поклонялись. Так, ладно, их тронуть мы не можем. Здесь мы ни с чем взаимодействовать тоже не можем. Куча коробок, видимо, снова пустых. О, патрончики. Это кайф. У меня нету ружья, но у меня есть часть вторая. Из восьми. Ё-моё, восемь частей ещё надо собирать, чтобы сделать это ружьё. Жесть. Ну, давайте облутаем этот лагерёк. Слушайте, ну, и вправду. Опа. Бля, у меня сел фонарик. Нашли, короче, какую-то книгу библейскую. Давайте используем батарейку свеженькую. О, другое дело. Так, чё я нашёл? Где, где? Она у меня в инвентаре теперь? Блин, хрен найдёшь. Тут столько вещей теперь. Ребят, я не вижу её. Кто-нибудь видит эту книгу библейскую? Я нет. Ну и всё. На нет и сюда нет. Что ещё здесь полезного? Да не могу я уже это нести. А вот ещё одна. Библейская какая-то шняга. Ладно. Очень много сигнальных огней. Походу, мне стоило, ребята, заморочиться над тем, чтобы найти сигнальный пистолет, чтобы я мог отправлять эти штучки. Потому что, блин, их здесь, наверное, неспроста так много. Я бы мог сейчас осветить ими пещеру или ещё что-нибудь сделать. О, алкашка. Это мне надо. Из этого мы можем сделать полезную вещь, такую как кактель молотова. Экзировки прям до хрена, слушайте. Да вот только пить я её не могу, блин. О, канистры, это круто. О, костёр это тоже круто. Костёр это классно. Пускай он пока нам освещает. И баллон ещё. И верёвки. Ё-моё, сколько тут лута. О, чё я, чё я, ржавый топор нашёл какой-то. Ну, слушайте, он, кстати, чуть хуже современного. Но зато у него крутой блок. Ну, ладно, вряд ли он мне пригодится, конечно. Так, ещё что-то нашёл. Вот такую хрень. Видимо, нас здесь предупреждают о монстрах. Ну, спасибо. Этих монстров я уже и сам видел. Я уже с ними встречался. Да, непосредственно контактировал. А, ну я понял, почему здесь баллоны с кислородом. Потому что мне, наверное, дальше плыть. Конечно, конечно, дорогие мои. Дорогуши. Мне дальше плыть. А куда непонятно. И что там дальше тоже непонятно. Мне, честно, страшно. Блин, ребята. Слушайте, давайте мы, наверное, с вами... Мы сегодня хорошую, прям такой, проделали путь. Вот. Давайте мы оставим продолжение этой пещеры до следующей серии. Посмотрим вообще, что нас там ждёт. Вот. А пока на этом, наверное, будем заканчивать данную серийку по The Forest. Да, ребят? Так что... А, подождите, а как я... А как я могу закончить, если я сохраниться тут не могу? Что это? О, ещё алкашка. Твою ж мать. Я не подумал об этом. А прикиньте, я бы сейчас вышел. А что, в этих палатках реально нельзя сохраняться? Нифига, бля. Чё это так? Это всё газировка? Бля, ну так... Раз такое дело... Придётся нырять. Ох, ладно. Палки есть, костёр сделать смогу. Поплыли чё? Ооо... Ооо... Вот это жопа. Полная. Опа, список дел обновлён. Куда плывём? Наверх, да? А по идее, наверх. Кислород должен быть сверху. Да-да-да, вроде вижу выход. Давай-давай. О, верёвку вижу. Блин, маленько не успел, ребята. Только сейчас замёрз первый раз. Так, хорошо. Ребризер погас. Слушай, ты мог бы уже и это... Мог бы уже и, блин... Как это сказать-то? О, палки для костра мы тут приготовили. Мог бы уже, короче, и дальше мне светить. Раз такой молодец. Без фонариков и без батареек можешь что-то делать. Так. Вот я не знаю, что бы я сейчас сделал, если бы я был в этой пещере без батончиков. Персонаж-то голодает. А мне ещё потом обратно возвращаться. Я не знаю, куда я даже иду сейчас. Так что, ребята, да. Очень повезло, что у меня есть вещи. Поэтому давайте, не теряя времени, продолжаем идти дальше. Я думаю, что мне наверх я не увидел других проходов. Ну, либо же я где-то под водой должен был куда-то плыть в другую сторону, и я свернул куда-нибудь не туда сейчас. И в итоге просто прошёл пещеру насквозь и найду другой выход из неё. Надеюсь, что это всё дело не так. Надеюсь, что я двигаюсь правильно. О, шоколад. О, ещё какая-то хрень. Какой-то лагерь. Один из лагерей. Опять плыть. Да ёкарный бабай. Сколько можно плавать? Поплыли. Куда? Сюда. Давай, газу-газу, брат. Я надеюсь, здесь же нельзя не туда уплыть, а? Здесь же, надеюсь, всё это... Как его называют? Всё прямо, линейно. Кишкообразно. Надеюсь, что да. Вам холодно. Разведите костёр, чтобы не склеить ласты. Что? Мне сюда? Охренеть! Вот это... Вот это отверстие! Походу, я реально куда надо, ребята, приплыл. А, или нет? Что? Где я? Где я, блядь? Во-первых, на улице ночь. Во-вторых, меня волнует вопрос, могу ли я вернуться. А, в-третьих, меня сейчас тут кокнут, блин, и я ещё замерзаю. Чё? Просто что? Что? Нет, это, конечно, прикол. Вот это прикол, как говорится. Луна ещё высоковата достаточно. Так, ладно, я согрелся. Это единственное, что меня радует. И радует, что здесь есть вышка, где я могу переждать ночь. Ладно, ребята, давайте тогда сделаем вот как. Я поплыл на вышку. Я там сейчас спрячусь. Буду ждать утро. И на этом мы сейчас... На этом месте мы закончим с вами серию. Я понял, что я, походу, где-то пропустил нужное место. А может, нет. Слушайте, я не знаю. Я не знаю. А для чего я в эти ворота входил тогда? В чём прикол? Нет, это... Там что-то должно было быть, значит. Я не должен был здесь выходить. Я здесь сюда мог и прийти и сам. Так что, ребятки, будем сейчас с вами здесь заканчивать серийку по The Forest. Вышла она по продолжительности. Нормально, я думаю. Вот. Поэтому в следующей серии мы с вами отыщем определённо нужное нам место. Так что, ребята, давайте поддерживать эту серийку лайком, если она вам понравилась. И вы ждёте следующую. И вам интересно, когда же мы наконец-то пройдём The Forest. Также оформляйте, ребята, подписочку на канал, пожалуйста, если вы здесь впервые. И также смотрите ролики, ребят. Мне будет очень приятно. Вот. Поддержите ютубера начинающего молодого, да. Ну что же. Всем огромное спасибо, ребята, за просмотр. С вами был я, Маклаксон. Всем большой удачи. Хорошего настроения. И увидимся с вами, ребята, в новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok